Да, и прием гостей, и как бы немножко беспокоиться о том, чтобы не было у нас несанкционированной потом продажи. Из-за этого, да, то есть не из-за того, что там кто-то хочет вас лишить каких-то знаний или... Не из-за этого, просто есть вероятность того, что часть информации будет потом распространяться, да, за деньги, что неприемлемо. И поэтому Хабиров Алексей Викторович предупредил, что если в следующий раз, ну, как бы если в этом случае, да, то есть если будет такая информация, я это тоже попросил. То есть видеосъемка свободна, вы можете снимать, но большая просьба не делать на этом состоянии. Тем более, что на этом не сделать, потому что мы планируем, что все равно видео профессиональное с этого семинара, оно будет выложено на веб-сайте, в свободном доступе, как только будет готово на сайте федерации. Поэтому я думаю, что здесь просто из-за уважения к людям, из-за уважения к организаторам, чтобы подошел вас, чтобы этого не было. То есть вот между собой, пожалуйста, там, качество свободного распространения не можете там использовать, но, пожалуйста, уважайте наш труд и труд федерации, и не опускайтесь до мелко уголовного характера, скажем так, да. Это вот, это просьба. И еще у меня просьба к вам, то есть у нас приоритет две камеры. Вот две профессиональные камеры, раз, и вторая, которая у меня снимает, сейчас я передам привет своим родственникам. Это приоритет, поэтому просьба не мешать операторам. То есть они будут стоять, да, и снимут основное действие. Вот, все остальные, кто ведет к емку, пожалуйста, да. И еще, когда мы будем какие-то объяснения сейчас делать, да, пошире становитесь, чтобы всем было видно. Я постараюсь погромче говорить, вот, ну и соответственно, попробуем поработать в этом ключе. Хорошо? Хорошо. Все, если нет вопросов, давайте сейчас мы начнем потихонечку. Да? Семинара. Ну, на ней, да? Да. Семинара. Пожалуйста, давайте начинаем. Устроение здесь. Устроение здесь. Устроение здесь. Устроение. Можете немножко подойти, дать сесть поудобнее с помощью тренеров. Сейчас мы стараемся сделать общее понимание, общее мнение от людей, которые не очень плохие тренеры. Потому что обычно всегда на международных соревнованиях мы дискутируем между собой, потому что у нас есть речи, где мы обсуждаем разные вопросы. Каждый делает акцент на качестве дзюдо, на качестве важных вещах в дзюдо, о том, что в дзюдо очень важно. В этом случае, в этих маленьких дискуссиях, мы понимаем, что это было время, чтобы иметь более серьезные мероприятия. Идея была, главная идея была от президента ИДЖУ, Сергея Соловичика. И была идея в том, чтобы сделать уроки, да, совсем простые уроки дзюдо, которые бы можно было в школах вводить. Не для тренеров в дзюдо, да, а для именно преподавателей в школе. Чтобы они могли давать детям фундаментальную, такую, базовую информацию о дзюдо и не все дзюдо, да, а именно небольшие знамени, да, базовые, чтобы они потом в дальнейшем могли выбирать клубы, такие как этот. Первый этап уже закончен, но вы должны тоже, да, вы знаете, что не так легко научить дзюдо и людей, которые будут когда-нибудь заниматься. И они сказали, что, конечно, следующий этап – это использовать вас, использовать учителя, или идти близко к школе, чтобы получить знаменито, чтобы сделать первый этап. Поэтому на первом этапе очень важно, чтобы вы, как тренеры в дзюдо, были сеть учителям школы, да, чтобы вы могли делать те первые шаги, да, чтобы показать эти дзюдо в дзюдо. Мы не хотим иметь дзюдо школу в школе, мы хотим иметь первые шаги, чтобы начать понимать, что это дзюдо, что это дзюдо, что это дзюдо, и так далее. А мне нужно организовать школу дзюдо, самих школах, да, в общем-то раздавать, просто нужно уметь дать некоторые инструментальные знания, например, кто такой дзюдо, что такое дзюдо и так далее. До того, как вы пришли сюда, у вас было расписание нашего семинара. Это была идея, да, показать вам, в чем заключается первый, второй, третий шаг, там, обычный, да, уроков. Но здесь сейчас, как бы, у нас будет интерпретация каждого из преподавателей, как они, да, могут эти уроки давать, в их стиле, да, в зависимости от их стиля. Я уверен, что они follow the main idea in a draft, like, before is a script, and then is a moving, and then start to teach about which kind of technique, front, static, and then moving, and then... But the kind of technique is up to them. Естественно, что будет базовая идея, да, о том, что, как бы, вот, будем по расписанию двигаться, но, разница, да, в технике будет уже, как бы, от них, от самих исходить, да, со всеми какие-то различия будет. И будьте готовы пробовать все, потому что сейчас мы будем, да, с каждого упражнения мы будем объяснять, а потом нужно будет его пробовать. Спасибо. Сейчас я учусь, и мой учитель, и мы начнем с элементарных вещей, таких как фокло, что это такое, и так далее, и так далее. Пойдем с перемещений. И он commence с маленькой разминки. Разбирайтесь на свободнее, так, что вы выбираете. Ребята, посвободнее разбирайтесь, а то сейчас будет упражнение, чтобы взрослый не тыкал. Боро, два, два. Окей. Похоже, я садую. Раз, раз. Я вот все на все. Поэтому вы выбираете свободнее. У нас будет много времени. Продолжение следует... 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 Поехали! Поехали! Влезаем, крабо! Затем воли! Выголосы! Да! Высокая воли! Поехали! Мечем, опустим, опустим, раток! Один раздаст, опустим, выпустим, Hometa- Ваня, на следующий шуток. Докладаем, опустим, 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 и опустим. Продолжение следует... 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 Говорят, все равно продолжайте смотреть на ноги, закрыть глаза и просто чувствовать своего партнера. Закрытыми глазами еще лучше получается. Субтитры подогнал «Симон» Здесь сейчас у нас нет задачи делать это 100 повторений, поэтому мы немножко быстро идем так, чтобы вы просто для себя зафиксировали те варианты упражнений, которые есть. Как раз это те упражнения, о которых Хэтл вначале говорил, это те базовые вещи, которые могут начинать даваться в школах. Это не для профессиональных уже там? Но эти упражнения очень важны, потому что здесь вы также можете начать двигаться и чувствовать своего партнера для передвижения. И это очень интересное и очень полезное упражнение. И очень важна роль Уке, того, кто помогает вам. Уке должен двигаться мягко и натурально, наверное, слышали слово. То есть естественно. Он не должен делать таких шагов. Обычные шаги, да, обычные, без этих шагов. Думайте о том, чтобы просто подойти близко к ноге. Этого достаточно. Все. Больше ничего Уке не должен делать. И еще раз попробуйте, да, с закрытыми глазами то же самое. Буквально там пять-шесть раз один, пять-шесть раз другой. Теперь с одним захватом. Должны рукой немножко во время движения толкать. Вытягивать локоть вашего оппонента. Держать, я положу другую оппонент. Сейчас я повторю и напишу. И в этот момент я делаю движение. Должна момента. Когда я положу меня, следующий рейт И продолжаем двигаться. то есть у вас практически одновременно, вы отшагиваете и сразу же в этот момент нога делает подсечку, без остановки, чтобы это не разбивалось на два такта, это один такт, это будет слишком поздно. Давайте попробуем, и немножко неудобно руке, поменяйте захват на противоположный или рука касается плеча вашего оппонента, в этом случае будет гораздо удобнее делать. Продолжение следует... Продолжение следует... И здесь также надо в конце контролировать вашу оппонента. Ари! Хорошо! С первой ряды просьба сесть чуть пониже, чтобы было вниз. Теперь обычный захват. Тянем правой рукой, левой, толкаем локоть. И тоже ставим в другую сторону. Ари! Продолжение следует... 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 Делаем такое упражнение из этой точки Сюда Это неправильно Берем и немножко вверх Просто контролируем и из этого же положения сразу же начинаете тянуть и чуть-чуть поддавливать вверх Чтобы не получалось, что вы тянете вверх, а потом вниз Прямо Очень важна координация между верхней и нижней частью вашего тела У вас все должно происходить одновременно Тогда будет правильно Не должно действовать многие руки отдельно Али! Они действительно верны Да, да, но приоритет Приоритет в каждый раз Приоритет в каждый раз Быть в силу между нами и без настоящей силы Но мы двигаемся, мы используем упражнения, вы должны это понимать. И очень важно, приоритет сейчас, расслабить свое тело, сделать более мягким и чувствовать своего партнера. Это очень важно. Если я нужно использовать 5 энергий, энергия номер 5, не поднимать его, и я использую номер 10, он не в точности времени. Я могу использовать точно энергию, необходимо двигаться, не больше, не меньше. Очень важно, предположим, если вам нужно всего лишь, ну, 5 процентов, да, там, 5 позиций, да, так скажем. С 1 до 10, да, вот у вас сила столько. Вот если вам нужно для того, чтобы двинуть партнера 5 единиц этой силы, то вы должны использовать только эти 5 единиц. Если вы будете использовать меньше или больше, это будет неправильно, это будет не... Но это также для будущего. Если мы боремся, это также на будущее, если мы боремся. И у нас пятиминутная сварка. И я начинаю использовать больше энергии, чем что-то необходимое. Потому что если я контролирую вас так, то это не легко, чтобы больше, потому что это достаточно, чтобы контролировать так. В этом случае я использую только что-то необходимое, а не больше. Но очень важно с самого начала использовать ровно столько вашей энергии, сколько вам нужно для того, чтобы контролировать ситуацию. Не больше. Сейчас я показал пример, да, если вам достаточно, вы здесь контролируете партнера. Если вы будете больше, то это не обязательно, но силу вы будете тратить им больше. Часто вы видите, да, ситуация, когда человек хочет все время сорвать захват во что бы то ни стало. Но это потребует гораздо больше силы, нежели просто взять, убрать немножко руку вниз и начать контролировать ситуацию. Этого вполне достаточно для того, чтобы владеть ситуацией. Не обязательно все время, иначе вы будете тратить гораздо больше сил, чем это нужно. В общем, это все время. Then I'm lateral, like this. Then I go back and move like this. Okay? And then I must do the same, I must do the same. Hop, like this, lateral. Lateral, and then hop. In this case, we do. In that way, we don't use to move here. We move from here to there. Everyone do the same. края, к тому краю, да, делает сначала один. Первое, это то, что мы делали в самом начале. Второе, это то, что мы делали здесь. И третье, это вот. Да, да. Сразу делаем три упражнения. Сразу три варианта. Если мы двигаемся так, Если мы двигаемся вот так, мы можем начать. Когда мы двигаемся вместе, нет никаких резинов. В этом случае также. Мы должны двигаться точно так же. Они меняют все. Большое. Акция ноги самая. Нога все время работает как Ашибарай. Одинаково. Во всех случаях одинаковое движение ногой. Натераль. Везде одинаково. Натераль. 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 Руки также работают. Натераль. Натераль. Стоять. Везде одинаково. Натераль. Давай, давай. Давайте оттуда. Теперь от другой... Стоять. Стоять. Сейчас сделаем пятиминутный перерыв. Когда вы делаете разминку, во время разминки, очень важно также туда вставлять упражнение для ног. Это нехорошее, это сейчас плохой пример. Все время вы должны делать пространство для того, чтобы использовать свои ноги. Если вы будете просто на месте делать, здесь нет силы, нет пространства для того, чтобы использовать свои ноги. И недостаточно энергии для того, чтобы сделать пространство. Вы должны создавать пространство и использовать все ваше тело. Когда вы делаете шаг в сторону, вы должны весь свой вес переносить на пол. Для того, чтобы второй, делать... Так неправильно. У вас здесь нет веса, здесь вес на задней ноге, у вас нет силы для того, чтобы использовать. Вы должны естественно двигаться. Это неправильно. Это неправильно. Если выLD и приехали, у вас есть веса, вот и работать на спорте. Раз, давайте начнем. А вокруг этого, там и так далее. У нас не было. У нас тут где-то. У нас все. У нас надо. У нас будет general на задней ноге. это неправильно если вы будете делать на раз два, это неправильно должно быть в один момент когда вы делаете шаг, вторая нога уже должна делать движение sur l'аванс 1, 2, 3, 4 sur le recul, c'est pareil 1, 2 на латерат, c'est pareil я pose мой плед, я pose мой плед я положу мой плед, я положу я положу в этом вопросе в вопросе они работают 8, 9, 10 как это возможно дать идею они должны работать вместе это важно это результат это результат это не только это просто это мой хороший процесс это наш хороший процесс в этом случае в обычном клубе мы научим дать reconnoissance к человеку не к одним или к другим очень важно как научить детей 6, 7, 8 и старше лет взаимодействовать между собой потому что очень важно понимать что здесь работа и результат это не результат только одного тори это обоюдный результат это результат в паре работы в паре и обычно например в клубах учит именно взаимодействовать именно понимать что это не только моя работа это наша общая работа это очень большая ошибка когда вы требуете результаты только от одного человека тот кто выполняет упражнение очень важно чтобы результат и уровень качества техники понимали оба что от обоих зависит и так далее как в игре в техническом соревновании как это мы копируем номер 1 мы копируем номер 2 номер 3 номер 4 но это не только он тори в первом моменте а потом я тори в втором моменте это наш работа это обычная работа но это может быть хорошим результатом это не только он и поэтому частенько делаются такие соревнования но не между людьми а между парами пара номер 1 пара номер 2 пара номер 3 и дается понимание такое что это обоюдный результат то есть соревнуется пара на качество исполнения приема не только один человек например сначала он потом второй нет оба они оба должны взаимодействовать для того чтобы качественно и хорошо сделать технику в первом моменте Важно также в тренировках давать задания всем и действовать как одной команде, потому что мы работаем как одна команда, потому что у каждого есть своя задача, каждый выполняет свои действия и таким образом мы действуем. Потому что если вы ориентируетесь только на одного человека, который может быть по каким-то показателям лучше всех на данный момент, то как только он получает травму или каким-то образом вылетает из действия, все, остальная команда перестает работать. Вот такого не надо сказать. И очень важно, да, в наших группах, как правило, ребята не одного возраста и телосложения, как правило, они все разные. Кто-то высокий, кто-то большой, кто-то маленький. И очень важно найти правильную возможность каждому из них реализовать свои силы. Например, там кто-то, кто очень большой, он может быть медленный в каких-то скоростных работах, но очень хорош в поднимании тяжести. И каждому нужно давать такие задания и чередовать это все так, чтобы каждый мог показать свою лучшую сторону. Это очень важно. Окей, брейк конец. Давайте, сейчас закончили и пять минут перерыв. Я был объяснен в английском, но мистер Куде пытался переводить из-за японского на русский, поэтому я начал говорить в-за японского. Сейчас будет объяснение по осотогари. В джудове очень много техник существует, но при обучении детей с 8 до 12 лет всего лишь несколько используется базовых техник. Из них осотогари – это одна из них. В начале обучения осотогари очень важный момент – это укеми. Как правильно падать. Поэтому начинается с правильного падения. В начале мы делали ушири о кеми. И очень важный момент для того, чтобы не удариться. То есть очень важно, чтобы вы своим затылком не ударялись об татами. Это очень важный момент, который вы должны вначале детям давать. Это очень настоятельно нужно учить, для того, чтобы сохранить их голову в целости. Сейчас вначале базовый вариант осотогари. Уката-сенсеи в левой стойке стоит, поэтому он будет обучать влево. Но кто стоит вправо, соответственно, делайте зеркалочку на правой стойке. Очень много техник, но в осотогари очень легко вытягивать, делать введение динамис. Первый – это опорная нога, которая делает шаг вперед. Она просто шагает вперед, и вы на нее ставите свой вес. В этом случае, тмазаке – стройка. Пальцы ног в этом шаге идут прямо. Это неправильно. Не разворачиваться. Расстояние примерно в одну стопу. В этот момент вы должны выводить вес вашего партнера на его пятку. Той ноги, в данном случае левой. И вот, сохраняя это внимание в голове, вы должны тянуть руками. Немножко вытягиваем в сторону и подмышку свою закрываем. Цурите, да, рука, которая держит ворот, немножечко выдергивает его наверх. Она должна немножко подбивать партнера вверх. Это кудзуши для осадогари, да, выведение из равновесия. Это кудзуши для осадогари, да, выведение из равновесия. Это кудзуши для осадогари, да, выведение из равновесия. Это кудзуши для осадогари, да, вы должны быть в балансе на ноге стоять. Иногда, когда вы слишком много сил опускаете сюда, в руки, да, вы начинаете терять свой баланс. То же самое, возвращаясь к словам Жан-Пьера, который вначале говорил о том, что вы должны расслабить свои плечи. Давайте сейчас немножко потренируемся делать, вот именно до этого момента. У вас есть какие-нибудь вопросы по тому, что сейчас типовая ошибка здесь? То есть они проход делают, а рука остаётся вот здесь вот. Кудомо-тачи не стоит. Как с этим бороться, может какие-то наработки не будет. Кудомо-тачи, да, помогу-дай-надо. То есть они не протягивают. Можешь, да. Нанико, не стучит, не стучит. Кудомо-тачи, да, помогу-дай-надо. Тренер должен показывать эту ошибку и заставлять их делать правильно. Тренер должен показывать эту ошибку и заставлять их делать правильно. Сейчас я переведу. Значит, дзюдо как бы очень важно много-надо и часто повторять. Это то, что вот есть. Такая практика, практика, практика. Еще один важный момент, который он забыл в самом начале. Очень важно, чтобы Уке тоже участвовал в этом процессе. Правильно давал реакцию, правильно стоял. Это очень важно. То, что Эцио говорил в конце нашего первой части. Патрик очень хорошо, срочно так, и релаксно. И вот сейчас Патрик стоит очень хорошо, он стоит правильно, но при этом не сопротивляется слишком сильно, не упирается. И поэтому для Акадо-сенсей очень легко входить в него. То есть сделать правильную технику, правильный вход, очень просто. Он сейчас посмотрел, как мы делали, и говорит, Некоторые слишком сильно стоят, упираются. Некоторые слишком валятся сильно в сторону. Это неправильно. То есть нельзя быть слишком расслабленным, нельзя быть слишком сильно стоять. Нужно быть расслабленным, но при этом в неком тонусе, для того, чтобы давать вашему партнеру правильно делать технику. От этого будет зависеть, как правильно будет делать кузышу, и вообще вход, прием, вашу патрик. Следующий вариант – это подбив. Следующая точка, да? Это очень простая. Это не простая. Это не простая. Это очень простая. Я не могу сказать. Я не могу сказать. От этого точки мы будем... Нога поднимается прямо вверх, и отсюда делает подбив. Не сбоку. Если вы сюда шагаете, это не очень хорошо. Слишком далеко. Это самый лучший момент. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать. Вы. Тонус. На Imager. Вы. и вы можете на самом деле подшаг опорной ноги так чтобы у вас спокойно нога вперед выходила это важно нога поднимается прямо вверх и потом прямо назад делает мак это важно то есть не уходите слишком далеко в сторону иначе будет неправильный текст можно так же делать подход но без броска подбив но без броска это сейчас патрик уже не устоял это вариант тучу коми который вы можете делать без падения но тоже но уже с подбиванием то есть выбивая немножко ногу но оставаясь в этой позиции еще одно и когда бросаете то есть вот 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 в